уважаемые львы и львицы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию торгов прогноз на неделю с 28 марта по 3 апреля включительно что вас ждет течение этой недели сейчас мы все будем рассматривать расклад подойдет и женщинам и мужчинам и тем кто в паре и тем кто в свободном поиске рассматривать будем и вашу текущую работу финансы вложения кредиты внешний мир скрытые факторы те кто без работы возьмем карты также и для вас посмотрим чем для вас та неделя завершится и возьмем для вас карту основного совета сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта которую я достану произвольном порядке после основной выкладки всех карт и ответит на загаданный вами вопрос думайте сейчас о своем желании вопрос должен быть всего лишь один работаю я сегодня на колоде таро парацельса помогать нам будет цыганский оракул и также будет еще одна колода помощник это таро универсальный ключ так как расклад общий по каждой карте я стараюсь озвучивать максимум из того что я вижу а вы для себя берете только то что подходит под вашу жизненную ситуацию вы можете смотреть этот расклад как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту и то и другое правильно но таким образом у вас будет гораздо больше информации для анализа в произвольном порядке разворачивается для вас карта влюбленных старший аркан это как карта быстрый вестник она может говорить о том что многих из вас в этом периоде ждет важный выбор перед которым вы будете стоять этот выбор может касаться чего угодно и работы и личной жизни и каких-то текущих дел колода полностью готова кому нужно еще время на то чтобы загадать своего пожелания нажимайте на паузу а я продолжаю расклад общий он не заменит индивидуального но даже в общем раскладе можно найти для себя очень важную и полезную информацию уважаемые львы и львицы все карты вашего распада перед вами и я начинаю его трактовку ваш расклад в центральную линейку карт вошло сразу два подряд старших аркана эта карта звезд и карта солнышко я вижу что у каждого из вас есть какие-то свои жизненные проблемы потому что очень сложные карты выпали для наших свободных львов тех кто пока без пары но то что касается и тех кто семейный здесь тоже несмотря на то что ситуация немножечко получше тоже есть свои переживания центральные карты вашего расклада говорят о том что несмотря ни на что во многом вашей жизни будет стабильность и я вижу то что высшие силы вас будут поддерживать уже две вот этих карты говорят о вмешательстве высших сил в вашу жизнь это что в чем-то для вас будет появляться больше ясности больше понимания осознанности осознания и вы будете знать как вам действовать в той или иной ситуации на начало этого периода для вас упала довольно таки сложная карта это восьмерка чаш и она говорит о том с какими мыслями вы входите в эту неделю конечно мысли не из самых лучших есть грусть есть некоторая подавленность есть какие-то разочарования и эта карта говорит о том что многим из вас хочется сменить обстановку либо вас напрягают то общение или те люди рядом с которыми вы сейчас находитесь вы считаете для себя что вы достойны лучшего большего и в какой-то момент вы действительно можете развернуться уйти уехать все бросить и самое интересное что вы не сделаете ошибки поэтому эта карта говорит о том что если вы от чего-то устали вам вас очень сильно что-то действительно напрягает вам кто-то очень сильно надоел не общайтесь или уйдите или действительно смените обстановку а по карте звезд и по карте солнышко это возможности это перспективы это возможность что-то в своей жизни менять даже вот эта карта говорит о том что из-за вот этого окружения в котором вы находитесь или той ситуации в которой вы сейчас у вас даже подавленное настроение на что-то может не хватать сил на энергетическом уровне вы можете ощущать внутреннюю пустоту чувство невостребованности поэтому конечно же вам действительно нужно что-то менять и второй картой на входящие события мы видим звезды одну из лучших карт старших арканов наравне с солнышком вот эта карта показывает связи контакты дружбу то что помимо тех людей которые вас могут вызывать раздражение есть еще очень много тех кто вас любит тех кто вас очень уважает эта карта может говорить о том что вы уже чего-то достигли но эта карта говорит о том что вы всегда хотите чего-то большего лучшего в вашей голове очень много планов на будущее вы люди очень творческие всесторонне развитые действительно очень коммуникабельные эта карта может показывать соцсети и то что с помощью соцсетей вы способны решить многие вопросы даже не выходя из дома если кто-то занимается учится эта карта говорит о том что вы будете продолжать учиться но если вас ближайшее время ждет поступление сдачи экзаменов тестирования вы недостаточно пока к чему-то готовы хорошая база знаний у вас уже есть но их недостаточно поэтому карты говорят о том что с усердием к чему-то подготовьтесь лучше эта карта также может говорить о том что после каких-то стрессовых ситуаций ваша душа возрождается у вас появляется цель есть курс согласно которого вы будете следовать и третьей карты центр в сердце вашего расклада выпал старший аркан солнышко эта карта может показывать дом семью самых близких людей которых вы любите тех кто любит вас и эта карта говорит о том что семья для вас имеет большую роль и большую значимость на сегодняшний день для тех кто не в паре конечно же вы хотите отношений для тех кто в отношениях вы хотите что-то улучшить в своем доме в своем быту у тех у кого есть детки очень много волнений и переживаний по поводу ваших детей эта карта показывает огромные амбиции ваш авторитет знания которыми вы способны пользоваться уже здесь и сейчас эта карта хороших финансов и доходов поэтому для тех у кого есть основная работа эта карта гарантирует прибыль для тех кто без работы это гарантированная поддержка семьи также эта карта может показывать небольшие семейные торжества или праздники возможно у кого-то что-то намечается может быть это просто общение с вашими самыми родными людьми так как эта карта кармических задач она и говорит о том что сейчас ваша семья выходит на первый план но про работу вы не забываете по этой карте вы способны совмещать несколько каких-то направлений вы способны кому-то помогать и сами развиваться и вы как ясно солнышко притягиваете к себе огромное количество людей которые хотят с вами просто общения хотят вашего тепла и вы этим теплом с кем-то делитесь а это говорит о том что у вас большая душа большое сердце но в вашем раскладе я вижу что есть и те люди которые завидуют вашим успехом потому что в дом финансов для вас выпла карта семерки мечей и она говорит о том что кого-то может раздражать ваш успех ваше умение зарабатывать ваше умение всегда занимать лидерские позиции и возможно даже что кто-то наблюдает за вами со стороны для того чтобы воспользоваться какими-то вашими знаниями наработками или даже вашими деньгами кто-то может претендовать или метить на ваше место если вы работаете в коллективе но я вижу что вам никто не сможет причинить никакого вреда перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что у вас для вас выпла карта тройки динариев и и тройка кубков две троечки может говорить о некоторой раздражительности но карты хорошие они говорят о том что ваш дом поступают деньги я вижу что и вы на позитиве стараетесь быть все время и ваша вторая половинка на позитиве вы оба очень общительные и в социальном мире ведете активную жизнь кто-то возможно даже работает не выходя из дома потому что тройка динариев как раз об этом может говорить с вашим партнером у вас есть какие-то общие интересы общие надежды у вас очень много амбиции по поводу продвижения вперед в карьере вы хотите улучшить свое финансовое поле и для вас это возможно эта карта может говорить о том что даже когда вы дома и ваши руки и голова постоянно заняты вы не сидите без дела вы не боитесь никакой работы и вы способны своими руками делать любую работу вносить уют и комфорт в свою жизнь и в жизнь своих близких по тройке кубка возможно в этом периоде даже небольшие праздники в доме когда вы что-то отмечаете когда вы чему-то вместе с кем-то радуетесь и у вас и у вашего партнера очень хорошие возможности во внешнем мире что-то поменять также обе эти карты говорят о стабильности если говорить лично вас я вижу что на сегодняшний день до вас не все устраивает по работе есть какие-то внутренние разногласия внутри коллектива если вы в коллективе если вы с кем-то в партнерстве то тоже не всегда ясности понимания но вы будете договариваться и договариваться успешно то есть здесь просто нужен диалог и по солнышку мы видим что все будет хорошо посмотрим что происходит у наших свободных львов и львицы для вас выпала карта верховной жрицы карта старшего аркана луны и карта восьмерки мечей два старших аркана жрицы и луны могут говорить о том что меня смотрят женщины практики женщины эзотерики женщины врачи или женщины учителя я вижу что вы приносите пользу обществу людям вы занимаетесь своим делом вы очень интуитивны к вам приходит очень много информации которую вы можете транслировать или передавать другим людям но в своей личной жизни вам очень сложно разобраться и я вижу что несмотря на то что у вас очень глубокие знания опыт на сегодняшний день очень много сомнений страхов двойственности боязнь того что вы возможно что то сделаете не так поэтому вы вместо того что действовать предпочитаете сейчас приостановку состояние выжидания и очень много размышлений в личной жизни здесь к сожалению не ладится я не вижу вашего личного счастья либо к вам притягиваются партнеры эмоционально нестабильные либо люди просто проблемные и конечно же это не то партнерство о котором вы мечтали всю жизнь очень много переживаний по поводу своих детей или внуков у тех у кого есть дети или внуки я не вижу чтоб ваши дети для вас были помехой для того чтобы вы продолжали выстраивать свою личную жизнь но если дети взрослые вам тяжело им что-то объяснить они действительно могут не принимать ваш выбор или если дети маленькие то ваша личная неустроенность тоже может отражаться на ваших детей на их состояние и тут к ребенку нужно найти подход нужно что-то объяснить что-то дать понять вы пытаетесь но не всегда находите нужные слова карта верховной жрицы может также говорите о том что кто-то из вас имеет отношения с несвободными людьми либо меня смотрят не свободны возможно кто-то в паре и смотрит отношения для тех кто в поиске карта луны лишний раз может показывать другую семью и то что вы не уверены в том человеке которому тянется ваша душа слишком много знаков вопроса слишком много неясности и я не вижу полной открытости в этих отношениях вы продолжаете выдерживать субординацию холодность отчужденность отстраненность и нежелание кого-то впускать в свое сердце делать вам больно потому что по этим картам вы и так страдаете страдаете из-за прошлого страдаете из-за настоящего пока в личной жизни я не вижу чтобы вы могли что-то поменять по крайней мере в этом периоде но по центральным картам в течение этого года до конца этого года очень многое может поменяться поменяются и ваше настроение поменяются где-то и ваши взгляды что-то в своей жизни вы еще будете пересматривать если меня смотрят те люди которые к магии не имеют никакого отношения для женщин все равно вы очень интуитивные личности хотя не всегда умеете этим пользоваться если на сегодняшний день вы в отношениях то я не исключу что в этих отношениях действительно есть третьи или четвертые лица либо кто-то стоит между вами и это может быть угрозой для вашего личного счастья возможно вы сами думаете о том чтобы что-то решить с помощью магии при этом вы думаете и о белой и о черной магии возможно вы боитесь воздействия на вас или если в вашей жизни что-то не получается вы думаете что на вас что-то есть по этим картам я вижу что есть потому что и восьмерка мечей может говорить о том что вы как связаны по рукам и ногам но не потому что жизнь такая плохая а потому что у вас кто-то к этому подвел лично в вашем случае вас кто-то может перекрывать поэтому стоит задуматься если вас систематически преследуют неудачи и притом во всем и в работе и в личном у тех у кого живы матери очень непростые очень сложные отношения с мамой мама до сих пор влияет либо на ваш выбор либо на ваш жизненный путь и вы не можете найти золотой середины карты могут говорить о том что ваша мать удерживает вас своими собственными страхами или пытается внушить вам какие-то свои страхи или привязать вас к себе или удержать такое чувство что кто-то боится того что вы станете счастливыми и кому-то хотелось бы чтоб все оставалось так как есть в особенности у тех у кого матери больны либо сами одиноки теперь давайте возьмем карты для всех к те кто работает и тех кто не работает попытаемся узнать что нужно знать и тем и другим для тех кто работает по любому я вижу доход в этом периоде берем несколько карт и это карта рыцаря жезл это карта огромной активности если говорить о женщинах то что-то будет решаться с помощью мужчины эта карта может показывать любую встречу дорогу поездку командировку или просто важный разговор но срочный и то что в чем-то вы будете очень сильно ускоряться что-то нужно будет решать очень быстро пятерка мечей может показывать внутренние конфликты и и разногласия в работе и то что действительно у вас есть враги или есть те люди которыми вы недовольны и возможно вы сами кого-то захотите поставить на место и еще одна карта совета эта карта рыцаря монет она говорит о том что в чем-то вы сможете удержать позиции или действительно вам удастся решить какой-то сложный финансовый вопрос эта карта может показывать и дополнительные предложения из внешнего мира которые вы будете рассматривать исходят они от мужчины если говорить о женщинах то может быть мужчина вам предлагает финансовую поддержку или предлагает вам какие-то хорошие предложения которые стоит рассматривать но а для мужчин это может быть любой коллега знакомый с которым вы будете общаться здесь мы видим два мужских лица также карты говорят о том что если смотрят меня мужчины и вам есть что предложить внешнему миру предлагайте миру свои услуги они будут пользоваться спросом берем карты для тех кто в поиске работы для вас выпла карта тройки монет карта замечательно она говорит о том что уже в ближайшее время вы можете найти работу главное задаться целью при том кто-то из вас по этой карте сможет совмещать и работу и учебу работу найдете хорошую с возможной перспективой дальнейшего роста для тех для кого важен карьерный рост возможно на первых порах вы будете как ученик или ученица но вы очень быстро будете входить в курс дела зарабатывать нужный авторитет и потом этот авторитет просто будет работать на вас и для тех кто в поиске возьмем еще карту совета эта карта четверки монет она может говорить о том что либо на сегодняшний день у вас есть какие-то отложенные деньги которые вам помогают либо может быть у вас есть какой-то дополнительный источник дохода который вы пытаетесь удержать сейчас вы на всем экономите и правильно делаете вот эта карта говорит о том что если у вас есть наличка приберегите ее траты должны быть только на то что является необходимым и переходим в дом ваших финансов дом финансов для вас выпла карта семерки мечей я вам уже говорила что у вас могут быть завистники конкуренты эта карта может показывать и воровство на бытовом уровне поэтому где бы вы ни находились следите за своими личными вещами если вы куда-то уезжаете усилите безопасность своего жилища но если вы зарабатываете зарабатываете неплохо то кто-то постоянно со стороны интересуются вашими делами вам могут пытаться либо навредить эта карта может говорить и о зависти и о сплетнях и о сглазе о самых низменных человеческих пороках или даже о том что кто-то нечестными путями может пытаться завладеть чем-то вашим в этом периоде не стоит вести сделки с людьми для вас мало знакомыми но даже если вы ведете дела со своими по этой карте доверяй но проверяй потому что будет то из чего вы будете нервничать ваш расклад также не рекомендует вам оформлять кредиты вкладывать куда-то очень большие деньги одалживать кому-то как бы у вас не просили могут просить идти на хитрость но вам по факту деньги не отдадут в конечном итоге на внешний мир для вас вы плакарта короля жезлов для мужчин львов она показывает вас собственной персоной и говорит о том что все-таки не ваши враги вас будут контролировать а вы их эта карта вашей дисциплины умение общаться с другими и умение вести любые дела у вас всегда и во всем есть и тактика и стратегия и светлая голова на плечах решительность будет вам хорошим хорошим помощником для женщин карта короля жезлов может говорить о том что что-то во внешнем мире может зависеть от мужчины вашей же стихии но не обязательно возможно это мужчина с которым вы связаны делами для кого-то эта карта может показать вашего супруга который помогает вам решить что-то во внешнем мире или любой семейный человек который уже состоит в отношениях и от него тоже что-то может зависеть что в скрытых факторах скрытые факторы для вас выпла карта туза кубков карта старшего аркана умеленности и карта туза мечей по тузу кубка многие из вас обдумывают новые творческие начинания и возможно это не один проект который есть в вашей голове вы устали может быть от скованности от ограничений но вот эта карта говорит о том что еще немножечко нужно подождать еще не время для чего-то новое потому что все новое пока в сложностях и об этом говорит карта туза мечей два туза лишний раз говорят о том что вокруг вас очень много лукавых людей вы как человек который может решить многие задачи и проблему вы всем помогаете но вашим добром или вашим расположением кто-то просто пользуется еще и при этом хитрят или вас пытаются водить в заблуждение в особенности если смотрят меня свободные львы и львицы если говорить о личной жизни для тех кто запутался сомневается вы не знаете что вам делать вот эта карта говорит о том что вашу жизнь еще войдет новый человек имеющиеся отношения тоже могут возобновляться карты говорят о том чтобы вы пока не спешили с выводами если в вашу жизнь кто-то входит с поддержкой желанием вас искренне поддержать не нужно этих людей или конкретного человека отталкивать также карта умеренности может показывать любые образовательные процессы которые либо вам еще предстоят возможно кто-то учится и вы продолжаете учебу но вы сейчас знания накапливаете и вы будете их продолжать накапливать потому что их пока еще недостаточно поэтому если вас ждет поступление сдачи экзаменов к чему-то подготовьтесь лучше на завершение этого периода выпала карта шестерки жезлов она показывает очень активные выходные для кого-то это напрямую дороги поездки поэтому если вы что-то запланировали на выходные дни вам горит зеленый свет все получится также эта карта радости и успеха возможно именно выходные вас порадуют определенная информация которая вас окрылит которая придаст вам уверенности в себе это может быть как что-то устное как и то что возможно вы подержите в руках но для кого-то это просто важная встреча дорога которая наконец-то состоится я вижу что у вас очень много друзей тех людей которые готовы пойти за вами или вам в чем-то помочь давайте возьмем для вас карту основного совета на основной совет выпала шестерка кубков она показывает ваших самых родных и близких людей говорит о том что ваши близкие нуждаются вашей любви заботе дружбе и кому-то вы должны уделить внимание если у вас есть детки детям если есть родители родителям эта карта отдыха и она говорит о том что если вам понадобится отдых вы должны отдохнуть все дела подождут и никуда они от вас не денутся также эта карта говорит о том что вы должны быть в хорошем настроении и не думать о временных неудачах и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выблокарта восьмерки жезлов эта карта дает ответ да но карта огненная она показывает страсти в отношении вашего вопроса то что либо вы спешите тут еще очень много людей вокруг вас у которых может быть тоже желание что и у вас поэтому эта карта коллективных итогов в отношении ваш вопрос зависит не только от вас но и еще от кого-то но эта карта уверенно вода и давайте возьмем три карты цыганского оракула и спросим что еще вам было бы интересно знать в этом периоде эта информация также для женщин и для мужчин что интересного нам расскажет эта колода карты показывают постоянство финансы и видим карту подарка судьбы или карту удачи в общем то для вас выпали три великолепные карты поэтому кто бы меня не смотрел какой бы жизненной ситуации вы сейчас не находились я вижу что вас ждет финансовый успех хорошие возможности в работе в делах вы сможете не только зарабатывать но и накапливать эти карты показывают очень хорошие деньги при том одна карта подтверждает другую у вас что-то здесь будет как на постоянной основе если есть сейчас имеющиеся дело она будет приносить вам прибыль и вы ее сможете увеличить во много раз вот эта карта может говорить о каких-то ценных приобретениях ценных вложениях крупных покупках но немножечко позже или о больших подарках судьбы поэтому верим в хорошая и она непременно будет уважаемые львы и львицы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях было ли вам интересно полезно подписывайтесь на мой канал все те кто еще не успел подписаться а я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозов всем до свидания